Одной из первых в Симферопольской поликлинике номер 3 прививается Елена Николаева. Для нее это важная процедура, которая позволит защитить себя от смертельного вируса. Она хоть и пенсионерка, но активная, ходит в магазины, аптеки, встречается с друзьями. То есть ежедневно сталкивается с самыми разными людьми. Пришли вдвоем с мужем, прививаемся, чтобы защитить себя от инфекции. Вакцина двухкомпонентная. Больше всего времени требуется на разморозку, потом укол. Это быстро. Но после еще полчаса пациент находится под наблюдением врача. Компоненты вводятся с разницей в 21 день. Вторая вакцинация 17 марта. Если будет температура, выпить парацетамол. Пункт вакцинации в Симферопольской поликлинике номер 3 заработал 1 февраля. Почти за месяц врачи привили около 300 человек. Вакцинацию делают только после осмотра терапевта и проверки на антитела. Мы сейчас планируем выездные бригады по школам. Ближнежащие школы – это 10-я, 29-я, 37-я школа. Будут прививаться весь персонал, не только учителя, а весь персонал. Взяты были мазки предварительно у всех сотрудников школ, для того, чтобы увидеть, инфицированы они этим вирусом или неинфицированы. На сегодняшний день уже привились 34,5 тысячи крымчан. Из них более 8 тысяч уже получили второй компонент. Вместе с тем увеличилось количество пунктов вакцинации с 31 до 72. Вдвое больше стало и мобильных бригад. Также на полуостров продолжают поступать партии вакцины. Еще 8300 доз медучреждения получат в ближайшие дни. Отличие этой партии в том, что один флакон содержит одну дозу на одного человека. Если раньше мы вынуждены были одну дозу делить на пять пациентов, то сейчас последняя партия у нас содержит один компонент на одного пациента, что, безусловно, будет удобнее в части планирования вакцинации по времени. Крыму медики готовы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц. Массовая вакцинация в республике началась 18 января. Правда, не стоит забывать, что обычная жизнь сейчас – это масочный режим и социальная дистанция. Массовая вакцинация ограничений не снимает, но чувство облегчения, несомненно, дает.